Сайты Google. Это бесплатная на сегодняшний день система, и Google это придумал. Я не получаю зарплаты в Google, и мне за это не платят. Но из всех инструментов, которые я встречал на рынке, для того, чтобы вести кодекс компании, я вот этот встретил, много перебрал, вот этот встретил, и этот мне полностью подошел. Если будет изобретен, а я со временем надеюсь, что будет написан отдельный инструмент, веб-инструмент, то тогда он будет поменен. Но пока сайты Google полностью удовлетворяют запросам введения кодекса. В 2011 году с 1 января по 10 января все вот эти вот документы, которые вы здесь видите, я скопировал в сайты Google. И то, что осталось в сайтах Google, стало шаблоном. Тем шаблоном, который вы можете сейчас зайти и посмотреть. biz-drive.ru называется этот сайт. То есть на нем сейчас выложены все 180 регламентирующих документов, которые мы составляли с 2006 года. После этого наш кодекс двинулся дальше, то есть мы начали его там дальше менять, изменять. А этот остался как шаблон для создания и понимания, для создания вашей системы. И можно посмотреть, что за регламентирующие документы, каким образом и как они действовали. Итак, то есть сейчас кодекс компании ведется на сайтах Google. Вот это скриншот конкретно сайта с системы бизнес-драйв. Сейчас он тоже немножко устаревший. Сейчас он немножко по-другому выглядит. Где слева мы видим меню, вот те самые департаменты, а справа каждая страничка — это документ из кодекса компании. Вот так вот выглядит орг-схема компании при ее раскрытии. И чтобы полностью продемонстрировать то, как это работает, я хочу вам показать небольшой видеоурок по изменению кодекса, по изменению документов кодекса компании. Это браузер Chrome. Вот я сейчас зашел на сайт, зашел на сайт и выбираю документ, допустим, выбираю документ из департамента маркетинга и продаж, нажал, открывается оглавление, и в этом оглавлении беру, допустим, документ 5.0.2 про продвижение сайта. Открывается документ, я вхожу в редактирование сайта, при дактировании документа нажимаю на вот эту кнопку, у меня появляется курсор. У меня появляется курсор, и в самом теле сайта я пишу, допустим, то изменение, которое мне нужно сейчас сделать. Ну, допустим, новый регламент, или мы о чем-то договорились, вот я это сделал. Сделаю тестовую запись, ну, я записал тестовую запись, и нажимаю сохранить. Нажимаю сохранить, значит, после этого все, вот я сохранил, что произошло. Теперь ушло письмо об изменении. Вот сейчас я захожу в свой почтовый ящик на Gmail. Вот у меня специально созданная папочка системы BD. Я захожу сюда, и вот здесь у меня лежат все письма, все изменения последовательно, которые изменяли системы. Вот последнее пришло, я его еще не смотрел. Я открываю, и что я вижу? Я вижу, что вот тестовая запись, то, что я внес, это вот то изменение в документе, которое конкретно прошло в этом документе. Теперь я могу прямо там же из почты нажать на документ, на тот документ, в котором произошло изменение. Если мне что-то непонятно, открывается документ, и я могу, собственно говоря, посмотреть, что в этом документе поменялось. Вот и все. То есть все очень просто. То есть сайты Google работают очень просто. Они позволяют заходить сам внутрь документа, менять там какую-либо договоренность. И после того, как я изменил эту договоренность, те люди, которые подписаны на этот документ сотрудникам, всем приходит письмо о новом регламенте действий. Дальше что происходит, когда сотрудник получает этот новый регламент действий? Он читает. И если ему понятно, что нужно делать по-другому, он это делает. Если ему непонятно, что нужно делать по-другому, то тогда он обращается к своему руководителю за разъяснениями. Он получает эти разъяснения и делает это. Дальше сами сотрудники могут вносить предложения относительно тех или иных документов или регламентов внутри. На каждом страничке сайта внизу есть комментарии, такой специальный способ. Фактически можно делать форум обсуждений вокруг каждого документа или регламента с предложениями и мыслями сотрудников. Наконец, сами сотрудники можно регламентировать таким образом. Сами сотрудники могут заходить, передоговариваться друг с другом, создавать новые договоренности и размещать их здесь. Сами сотрудники могут заходить, передоговариваться друг с другом,